Дорогие зрители, не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Просто новости каждый день. У популярной актрисы Марии Порошиной пять наследников. Дочери Полине исполнилось 23 года, Серафиме 14 лет, Аграфене 9 лет, Глафире 3 года, а ее младшему сыну Андрею нет и 12 месяцев. Старшую дочь она родила от Гоши Куценко. Три малышки пришли в мир от брака с Ильей Древновым, длиною в 17 лет. Сынишка появился от другого мужчины, имя которого хранится в секрете. И это далеко не все. Актриса мечтает когда-нибудь родить шестого чада. В детстве Порошина была в семье единственной дочкой и выросла в большой любви. Тогда мне казалось, что большая семья – это прекрасно. У меня были прекрасная папа, тенор, солист ансамбля «Березка» и мама – режиссер оперы, цитируют артистку-журналисты. Мария открыла, что ей привели правильный стержень и мысли о добре, веру в хорошее. Именно такое воспитание она пытается дать своим детям. «Моя старшая дочь Полина мне как подруга. Мои малыши, трехлетняя Глафира и девятимесячный Андрей – это что-то божественное. Особенно, когда возвращаешься после работы домой и целуешь толстенькие щечки единственного сына. За девятилетней Аграфеной и четырнадцатилетней Серафимой только успевай следить», – высказала Селебрити. «Быть хорошей мамой – значит чутко следить, какая информация витает вокруг ребенка. Мария жестко следит за потенциально опасным контентом. Я в курсе, что смотрят мои дети в мобильном телефоне, какую информацию они получают. От этого устаешь, но нельзя ослабевать контроль. Когда такое количество детей, да еще разного возраста, приходится подстраиваться под интересы каждого, считает она. Оказывается, Мария Порошина не просто мечтает родить шестого ребенка, но и агитирует своих знакомых. «Когда я встречаюсь с подругами, я им говорю, давайте родим еще по одному ребенку. У всех уже взрослые дети, надо еще малыша в семью», – заявила знаменитость. По мнению артистки, ребенок – это ангел в доме. С его появлением все меняется к лучшему. Так, например, дети объединяют семью, если у женщины начинаются проблемы с мужем. К слову, бывший муж артистки Илья Тревнов и сейчас часто встречается с дочками. «Посещает школьное собрание и тепло отзывается о бывшей жене. Я даже сам для себя еще не определил, почему это произошло. Просто иногда так случается, винить никого не стали. Значит, так должно было случиться. Дети знают, что мама и папа всегда рядом. Да, это непростой этап, но жизнь состоит из испытаний. Не может каждый день быть белая полоса. Сейчас дети не спрашивают, почему мы с мамой не вместе», – признался артист в эфире программы «Судьба человека». Продолжение следует...